Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами обалденным салатом на зиму из зеленых помидор. Очень вкусный салат, советую приготовить. Можно кушать как самостоятельные блюда, так и подают с картошкой или с рисом. Очень вкусно! Итак, рецепт даю на 7 полулитровых банок. Зеленые помидоры 2 килограмма. Режем на 4 или 8 частей. Все зависит от размера помидоров. Дольки помидор сразу складываем в кастрюлю, в которой будем готовить салат. У меня 6-ти литровая кастрюля с толстым дном. Сладкий перец для такой заготовки я предпочитаю брать красный. Полкилограмма сладкого перца моем, убираем в сердцевину и режем соломкой. Морковь полкилограмма чистим, натираем на крупной терке. Репчатый лук полкилограмма чистим и режем полукольцами. Резанный лук засыпаем в кастрюлю поверх помидор. Далее высыпаем тертую морковь. Поверх моркови засыпаем резанный перец. Добавляем в кастрюлю с овощами полстакана сахара. Добавляем к овощам 1 столовую ложку соли с небольшой горкой. Также добавляем 2 щепотки перца черного горошка. Овощи в кастрюле перемешиваем и даем 10 минут постоять, чтобы овощи осели и дали сок. После того, как овощи простояли и в 10 минут, выливаем полстакана растительного масла. Все снова перемешиваем и ставим на плиту. Нагрев при этом делаем чуть выше среднего. Варим 20 минут. Как только зеленые помидоры изменили цвет и сока стало намного больше, значит уже подходит к концу процесс варки. Этот салат лучше не переваривать. Прошло 20 минут. Добавляем уксус столовый 9% 1 четвертая стакана граньоного 250 граммового. Салат перемешиваем и варим еще примерно 10 минут под закрытой крышкой. Тем временем полулитровые баночки мою содой и влажные ставлю в микроволновку стерилизоваться на 2 минуты. Крышки заливаю крутым кипятком и оставляю их в кипятке на 10 минут. Через 10 минут после того, как добавили уксус, снимаем салат с плиты и сразу же горячим разливаем по баночкам. И сразу же закрываем крышкой герметично. После того, как все банки заполню салатом, баночки с салатом переворачиваю, накрываю чем-нибудь теплым махровым полотенцем или пледом. И в таком положении оставлю до полного остывания. Для хранения этого салата не требуется ни погреб, ни холодильник. Он отлично хранится в домашних условиях. Дорогие друзья, кому видео понравилось, а главное было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Готовьте сами с удовольствием, с хорошим настроением, радуйте себя и своих близких. До свидания, до новых встреч и отличных вам вкусных заготовок!